Что кроме эйфории получит Польша от присоединения Западной Украины? Голос Мордора за 14 января 2023 года. Вопрос о том, станет ли Львов снова польским, в Польше вообще не стоит. Можете спросить об этом любого поляка, и ответ будет утвердительным. Вопрос лишь в том, когда и в какой форме это произойдет. И вот тут вариантов много. Самый модный сейчас «миротворческая» в кавычках миссия Польши. Для этого нужны определенные условия, в частности, значительное продвижение российских войск на Запад. Тогда Польша вполне может объявить о вводе некоего миротворческого контингента. Удобство этого плана в том, что и на Украине никто особо возражать не будет. Ну а потом, если поляки смогут удержаться в Галиции и на Волыне, произойдет медленная трансформация этих регионов в некие польские протектораты, формально являющимися украинскими, но по факту управляемыми Польшей. Еще один вариант – это фактическое отделение Западной Украины от остальной страны и последующая аннексия этих территорий. Про польские настроения в Галиции очень сильны. Достаточно вспомнить, как недавно во Львове встретили президента Анджея Дуду. Этот вариант более опасен, так как существует риск конфронтации того, что останется от Украины с Польшей. Но и тут выгоды с лихвой покрывают все риски. При этом в варианте Галиция и Волынь становятся польскими полностью, без всякого протектората. В нынешних условиях этот вариант вряд ли возможен, так как против него выступят остальные европейские страны. Надо дождаться того момента, когда Украина начнет сыпаться. И вот тогда можно проводить в Галиции и на Волыне референдум о вступлении в Польшу. Третий вариант – просто ждать, когда Украина развалится сама и просто подобрать то, что от нее останется. Этот вариант наиболее предпочтительный, тем более, что в нем могут поучаствовать и другие страны, например, Венгрия с Румынией. Но тут тоже все не очевидно, потому что неизвестно, в каком виде и состоянии Украина будет существовать в будущем. Польша грезит восстановлением Речи Посполитой. Однако, лишь территориально, а не по смыслу. Старая Речь Посполитая, по сути, была федерацией трех частей – польской, литовской и украинской. Но сейчас не будет идти и речи ни о каком федеративном устройстве или автономности отдельных регионов. Новую польскую империю хотят сделать унитарной и исключительно польской. Сейчас скажу крамольную мысль. Я абсолютный сторонник того, чтобы Польша откусила себе часть Украины. На мой взгляд, это абсолютно выгодно России и в то же время создаст очень большие проблемы для Польши и украинских националистов. Возможно, в первое время и будет какая-то эйфория, что западноукраинцы наконец-то попали в Европу. Но будет это очень недолго. Польше не нужны украинцы, ей нужны поляки. И она начнет всеми способами полонизировать новоприобретенные территории. Подобные процессы уже происходили в 30-х годах XX века, что привело к резкому росту украинского национализма. Бандеровщина возникла именно в Польше, а не в Советской Украине. И при новом присоединении восточных окраин резкий рост национализма, причем самого радикального, неизбежен. Бандеровщина вспыхнет с огромной силой, возникнет подполье, может дойти дело и до террористических актов. Это станет огромной проблемой для Польши, которой придется решать эту проблему, возможно, самыми радикальными методами. Фактически, физическим уничтожением украинского национализма. И это будет сверхзадачей. По сути, Польша со временем получит на своей территории настоящую мятежную территорию, замерить которую, возможно, будет только самыми жесткими действиями, настоящими карательными операциями и репрессиями. И я даже не говорю, что весь современный пантеон украинских героев моментально окажется под жестоким запретом. Никаких тебе не то, что памятников Степану Бандере, а даже за его бюстик на комоде можно будет сесть в тюрьму. И у Польши в этом деле имеется очень неплохой опыт. Но сирийские опасности поляки сейчас просчитать не в состоянии. Они буквально опьянены идеей возвращения восточных окраин. Причем это касается не только Украины, но и части Литвы и Белоруссии. Понятно, что с двумя последними вариантами шансов ноль. Но с Украиной вполне может получиться. И нынешняя правящая партия запишет себе в актив восстановления Великой Речи Посполитой. Хотя бы частично. Учитывая все последствия, достижение будет крайне сомнительным. Но, как я и говорил, в Польше сейчас далеко в будущее не заглядывают. Голос Мордора. Что кроме эйфории получит Польша от присоединения Западной Украины?